Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Как всегда, новый день встречаем с программой Утренний Фрэш. Я, Анна Крольчук, в этом выпуске расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами, которыми пестрит всемирная паутина. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла. Ветер юго-западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Если вы когда-нибудь хотели заглянуть в тайну создания анимации, то это ваш шанс. Сделать это в скором времени предложит картинная галерея Гавриила Ващенко. С 15 апреля по 10 мая там будет работать выставка Play – история мультфильмов. Сегодня мультфильмы создаются в основном с помощью компьютерной графики и посмотреть их можно на любом гаджете. А когда-то для их просмотра использовались разные приборы и устройства. Как раз с ними можно познакомиться на выставке. Также гости галереи смогут полистать комиксы, посмотреть кадры из мультфильмов первой половины прошлого века, примерить уши Микки Мауса в фотозоне. А тем, кто умеет смеяться над собой, предложат посетить уголок кривых зеркал. В нем можно будет понять, что чувствовал волк в одной из серий любимого многими мультсериала «Ну погоди». Музей истории печати фотографий Гомельщины представит работы фотографа Сергея Курила из Гродно. Выставка под названием «Чернобыль. Исчезновение в разрезе» приурочена к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Это своего рода попытка заглянуть вглубь одной из мощнейших катастроф 20 века. Представленные фотоработы созданы на территории Брагинского района, в основном в сельской местности. Познакомиться с ними можно будет с 10 апреля по 9 мая. Говорят, что старые часы показывают прошедшее время. Так ли это? Попытаться ответить на этот вопрос могут посетители выставки, отмеряя времени ход. Коллекция часов в собрании музея Гомельского дворцового парка в ансамбле одна из самых захватывающих. Она дает представление о том, насколько разными бывают хронометры. Мини-выставка открылась в центральной части дворца. Его гости увидят часы, которые были изготовлены и использовались в конце 19-го, начале 20-го века. Во дворце Румянцевых и Паскевича начинают работу выставка «Избранные святые». Иконы, выполненные в традиции резной иконописи, представит Владимир Куклин. Образы созданы по канонам древнерусских проресей. Более того, автор уже в течение долгого времени занимается реставрацией икон. Познакомиться с его работами позволит выставка, которая продолжит работу до 17 мая. Посетители дворца Румянцевых и Паскевича также могут познакомиться с выставочным проектом без срока давности. Он посвящен 75-летию Великой Победы и объединит труд музеев разных стран. Внимание, у гостей музея представлены подлинные экспонаты. Они хранятся в фондах музея дворца. Также частью экспозиции стали фотографии о деятельности поисковых отрядов Смоленщины. Материалы выставки расскажут посетителям о том, как шло возвращение имен неизвестным героям. Картина галереи Гавриила Ващенко проводит отбор творческих работ на областную выставку искусств «Я художник, я так вижу». Со своим творчеством ценители искусства могут познакомить жители Гомеля и Гомельской области. К участию в проекте принимаются картины, инсталляции, скульптуры, а также графика, гобелены и авторские куклы. Будущую экспозицию планируется расширять по мере поступления работ. Этот выставочный проект – хороший шанс заявить о себе, поэтому стать его участниками предлагается не только профессиональным мастерам, но и тем, кто впервые решил продемонстрировать свои таланты. Выставка начнет работу с 15 апреля и продлиться до 10 мая. Далее немного информации из сферы образования. Гомельский государственный технический университет имени Сухова начнет готовить специалистов по производству из композиционных материалов и робототехническим комплексам. Без них сейчас не обходится ни одна отрасль промышленности. Уже объявлен набор на ряд новых специальностей. Для слушателей предусмотрена дневная форма обучения. Срок – 4 года. По предварительной информации, по каждой специальности будут набраны группы по 20 человек. В продолжение темы. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины открывает набор по трем специальностям. Новые направления предлагают на трех факультетах. Освоить курс «Прикладная информатика. Программное обеспечение компьютерных систем» можно будет на факультете математики и технологии программирования. Выпускники смогут заявить о себе как проектировщики информационных систем, менеджеры программных проектов, специалисты по тестированию программных продуктов и преподаватели в сфере информационных технологий. На историческом факультете впервые будут набирать студентов на специальность лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций, международный туризм. Выпускники будут трудиться в туристическом бизнесе. А набор на специальность русский язык и литература «Иностранный язык английский» откроются на филологическом факультете. По всем новым направлениям предусмотрена дневная форма обучения. К следующим новостям. Фотоконкурс «Вера глазами молодых» объявлен для фотолюбителей в возрасте от 14 до 40 лет. От каждого автора принимаются до трех работ – цветных и черно-белых. К снимкам понадобится приложить описание. Жюри оценит оригинальность работы, технические качества, композиционное и цветовое решение. Конкурс проводится в два этапа. Заявки принимают по 1 мая. До 15 мая будут подведены итоги и определены победители. Для участников, работы которых не заняли призовые места, но были отмечены жюри, предусмотрены поощрительные призы. В Гомесской области стартует конкурс на лучшего общественного эколога. Его цель – пропаганда знаний об охране окружающей среды и природопользования, сохранения природной среды, а также повышение эффективности работы общественных экологов. Итоги подведут в конце мая. Имена победителей станут известны после рассмотрения материалов конкурса. Временное ограничение на посещение лесов введено в Мозырском районе. Это связано с непростой пожароопасной обстановкой. Сообщается, что в этом регионе сложился четвертый класс пожарной опасности. И в сухую погоду есть риск возникновения возгорания от малейшей искры. В целях профилактики этого ограничение может быть введено и в других районах Гомесской области. К другим новостям. Привычный всем гаджет отпраздновал 47-летие. Речь, конечно, о мобильном телефоне. История эпохального события началась с того, что американский инженер создал изобретение, которое весило более килограмма. Заряда аккумулятора хватало на 20 минут. Но 16 лет до этого советский инженер придумал переносной радиотелефон. Вес устройства был в три раза больше американского. Зато оно могло автономно работать до 30 часов. Правда, в Советском Союзе мобильный телефон появился лишь в конце 70-х. Очень быстро связь стала доступнее. Без особых усилий можно было позвонить в любую точку мира. Эволюция телефона проходила буквально на глазах. Устройства становились меньше и легче, пропадали кнопки. И сегодня телефон – это уже не просто средство связи, а компактный компьютер в одной руке. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь в группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был утренний фреш. Я, Анна Корольчук, желаю вам хорошего настроения. Пусть доброе утро сделает добрым весь день.